Спасибо, музыканты! Сегодня псалмы просто по теме проповеди, и они уже заранее проповедовали. Мы говорили с вами на Рождество 25 числа об удивительных порочествах пророка Исаии, о рождении младенца Христа, которую он произнес примерно за 700 лет до воплощения через Деву Марии. Эта книга, вчера я смотрел, анализировал, содержит около 20 примерно пророчеств, которые указывают на первое пришествие Христа. В разных главах пророчества Исаии есть более 30 различных стихов, которые конкретно указывают на воплощение Христа и на какие-то события. Они указывают на его характер, они указывают на проповеди Анна Крестителя, который бы говорить до воплощения Христа, как бы готовить людей к его приходу, на его страдания в Иерусалиме, они предсказывали его торжественный въезд в Иерусалим, затем его кроткое, молчаливое перенесение страданий, его смерть, его погребение в гробе богатого человека. Они говорили о его невинности, о том, что он невиновный, они говорили о его заместительной жертве за грех мира, о том, что он будет распят среди злодеев, о том, что он перенесет эти страшные мучения, и потом воскреснет. Порочества о воплощении Христа были высказаны в такой очень сложной международной обстановке, они были связаны. Этот период исторически описывается с 7 главы порока Исаия по 12 главу 6 стих. Вот эти главы описывают ту обстановку, которая была в то время, когда было произнесено вот это пророчество, о котором мы сегодня говорим и которое мы будем читать. Сирия и Израиль, знаете, Израиль – это северное государство, 10 колен, которые отделились от южного государства, которое входило в Иудеи. Они объединились против Осирии, потому что Осирия начала доминировать на мировом плане, на Ближнем Востоке. И они хотели тоже и царя Иудейского Ахаза тоже подключить к этому союзу, чтобы три государства выступили против сирийского государства. Но Ахаз отказался. Тогда они решили проучить его, наказать, и они пошли войной против Иерусалима. Город был окружен, он был в осаде. И вот, мало того, что пришли израильтяне, еще на подходе была армия сириян, то есть две армии. Вот эти новости, когда услышал царь Ахаз, они очень сильно встревожили его. Ахаз правил 25 лет, с 735 года по 715 год до Рождества Христова. И именно в этот период ассирийский царь Феглофилосер, он пришел и захватил Самарию в 722 году, то есть как раз в этот период. И государство Израиль перестало существовать. Следовательно, вот это порочество было произнесено до этого события, до того, как это произошло. Силы были неравны, поэтому многие пребывали в страхе и панике. И Бог повелевает Исаии пойти и успокоить царя, обещая ему, что город все равно не будет захвачен. Вот представьте себе такую картину. В то время города в основном, они в осаде делались. Почему? Потому что это были большие, крепкие стены. И, как правило, людей брали измором. Что это означало? Иногда осада длилась годами. Два, три года иногда. Это означало о том, что жители города, у них будет недостаток пищи, у них будет недостаток воды, скорее всего, возможно, и многих из них ожидает голодная смерть. И потом изможденных, уставших, в конце концов, захватят, многих убьют, некоторых изнасилуют, возьмут в рабство. То есть это предвещало самые мрачные перспективы для этих людей. Представьте себе, что вы живете в этом городе. Вот мы с вами сегодня живем в этом городе. И вдруг мы узнаем о том, что нас ожидает. И в этот момент Бог дает такое пророчество. Посмотрите, Исайя, 7 глава, 4 стиха. Откройте ваши Библии, если вы имеете. Бог говорит пороку, через порока. «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рицина и Сириян и сына Рималина». Это цари вот этих государств. «Сирия, Ефрем и сын Рималин умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова». Но Господь Бог так говорит, «Это не состоится и не сбудется». Интересно, я не взял себе вот сюда на PowerPoint, но откройте здесь же эту седьмую главу и посмотрите дальше следующие стихи, восьмой и восьмой стих. «Ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рицин, то есть царь сирийский, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема – Самария, и глава Самария – Сирия, Энри Малин, если вы не уверите, то потому что вы не удостоверены». Интересная ситуация. Бог говорит, вот вы боитесь их, а Он предсказывает о том, что говорит, что мало того, что они не захватят город, но более того, Он говорит, через 65 лет вот это царство, вот эти 10 колен израилевых, они вообще перестанут существовать. Почему через 65 лет? Ведь при жизни уже царя Ахаза, Самария, она была захвачена, все жители этого северного государства были уведены в Оссирию, но только спустя более 50 лет, в 670 году, до Рождества Христова, эта территория была заселена разными иностранными народами, и фактически в этой стране уже не было той нации, которая была. Ее заселили иностранцы, иммигранты, которые уже там поклонялись своим богам, которые пришли с разных народов. И Бог говорит, вы боитесь? Он говорит, этого не состоится. Не переживайте. Более того, этот народ, который на вас прошел, его вообще больше не будет. Он исчезнет с карты земли, его больше не будет. Бог в доказательство своих слов через порока предлагает царю выбрать знамение, потому что в это реально трудно было поверить. Они окружены, две огромные армии приходят. Царю было предложено сделать знамение для того, чтобы он удостоверился в этом, но он удивительно отказывается от этого, и он говорит, я не буду искушать Бога, и не просит показать ему знамение от Бога, то есть знак о том, что это реально будет. Тогда Бог объявляет о своем знамении. Он говорит, я дам вам свое знамение, которое он всем покажет. И смысл этого знамения заключается в том, что девица, которая не знает мужа, она родит сына, и этот сын будет избавителем, мессией и обещанным спасителем для этого народа. Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Помните, в первой проповеди мы подробно говорили о том, что какое огромное имеет значение вот эта доктрина о непорочном зачатии. Именно девушка должна родить Мессию. И это произошло, помните, через ее непорочное зачатие от Святого Духа. В девятой главе особый акцент был сделан пророком в следующих словах, и мы тоже об этом говорили, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Младенец был предназначен как Божий дар людям. Сын дан нам. Это не заслуга людей, это подарок от Бога, это его великая жертва, это акт непостижимой любви Бога ко всем людям. Известный текст, который мы все знаем наизусть, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Для чего, братья и сестры? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он дан нам, то есть всем нам, включая меня и тебя, всем тем, кто уверует в Него и признает Его спасителем. Вопрос к нам. Признаешь ли ты Его своим спасителем? Является ли Он твоим кумиром? Является ли Он твоим царем? Является ли твоим центром твоей жизни? Брат уже говорил, любишь ли ты Его? Бог провозглашает через Исайю, что великим знамением будет воплощение Его Сына. Это будет самое великое знамение. Об этом сказано в послании к евреям. Бог многократно и многопратно говоривший издревле отцам пророках в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Братья и сестры, воплощение Христа это вот есть пирамида и вот на пирамиде есть самая верхушка этого. Это пик. Это пик божественного откровения. Выше его уже откровения нету. Поэтому Библия она уже больше не пишется. Это самое высочайшее откровение, которое Бог когда-либо давал людям. Он говорил издревле в пророках, он показывал какие-то чудеса людям, он говорил через различные события, но через воплощение Христа это венец божественных пророчеств и откровений. это вершина Божьей любви и милости по отношению к человечеству. И Бог через это говорит и говорил каждому людей. Давайте посмотрим на второе пророчество о младенце, которое здесь описано. Владычество на плечах или уже власть на плечах его. Оно включает в себя провозглашение Христа как истинного света и далее оно описывает качество вот этого младенца. Ибо младенец родился нам, сын да нам владычество на раменах его. Вот новый русский перевод посмотрите написано на плечи его будет возложена власть. Христос является сыном Божиим. Он был сыном Давидовым. Помните парадословные линии Иосифа и Марии. Он был настоящим как бы предком из царской линии. То есть он реальный легитимный царь иудейский который был послан своему народу но народ его не принял его отвергли и вместо царской короны ему на голову одели терновый венок. Время в которое писал вот порок Исаия эти слова было очень смутным постоянно происходило помните если вы помните знаете карту то Израиль находится на таком месте рядом со Средиземным морем и с севера постоянно два государства это Сирия позже Вавилон они претендовали на эту территорию а с юга Египет который тоже в свое время был мощным государством и Израиль он находился знаете как говорят между молотком и наковальней и они постоянно метались вот эти цари кому переметнуться кому пойти с кем договориться или с фараоном или же с царями с севера и это постоянно если мы читаем историю израильских или же иудейских царей постоянно вот это происходило один царя царь обращается к фараону чтобы он его защищал другие обращаются к ассирийскому царю как это сделал царь Ахас или же к вавилонским царям позже некоторые цари цари вынуждены были искать чье-то покровительство и согласны были платить дань даже могущественным царям чтобы они защитили их очень часто иудейские цари они брали золото брали серебро для того чтобы защитить себя от внешних врагов так кстати сделал царь Ахас он послал много очень драгоценностей царю для того чтобы во время пророка Исаия для того чтобы царь ассирийский его защитил он это и сделал царь филосар получил вот эти деньги серебро которое он получил он пошел и захватил Дамаск и таким образом он уже снял вот это напряжение в тот момент так сделал царь Аса царь Иоас а помните царь Иезекия пошел даже до того что он снял даже золото и серебро даже с дверей храма Господа и заплатил асирийскому царю для того чтобы он не нападал на Иудею но это ему не помогло то есть получается что мы видим в истории каждый царь пытался он смотрел будущее он хотел желал блага своему народу он пытался каким-то образом защитить свой народ потому что все понимают что самый худший мир это лучше самой как говорят самой плохой войны да или как поэтому цари пытались это сделать они понимали что им нужен в конце концов мир но они его не имели люди гибли люди страдали не было развития промышленности и они с надеждой смотрели на будущее на те предсказания которые были и говорили о том что придет мессия придет настоящий царь который даст настоящую свободу и поэтому слова пророка Исаия о безмерном владычестве Христа для них были знаете как луч во мраке владычество будет на его плечах власть будет возложена на его плечи наконец-то придет царь от Бога который будет иметь всю полноту власти возможно Исаия помните Исаия 53 главе Бог ему открывает он видит он видит Христа он видит его так как как будто в кино он его видит реально он видит как он страдает как его над ним глумяться он все это описывает в деталях подробностях и возможно когда Бог дал ему пророчество он видит Христа он видит о том что на его плечи возложена власть в то время с символом власти так же как и в наше время были какие-то отличительные знаки в наше время это погоны самые высокие погоны это какие? молодцы генералиссимус да самые высшие мы понимаем что если на плечах человека одна лычка или две лычки мы понимаем о том что он невелик как говорится человек но если мы понимаем о том что это генеральские погоны или же маршальские или же погоны генералиссимуса мы понимаем что у этого человека есть власть особенная власть во времена Исаия возможно это тоже была такая власть это была широкая царская золотая цепь помните так было с Даниилом когда он истолковал Валтасару значение слов которые были написаны кистью руки на стене царского дома и он говорит ты третьим властелином будешь провозглашен государстве и помните что ему сделали ему возложили большую золотую цепь тоже это был отличительный признак того что этот человек теперь он третий властелин государстве есть еще другие прецеденты в Библии Иосиф правильно помните про Иосифа точно так же сказано посмотрите и снял фараон перстень свой с руки своей надел его на руку Иосифа надел его в весонной одежды и возложил золотую цепь на шею ему велел вести его на второй своей колеснице порозглашать пред ним преклоняйтесь то есть буквально падайте пред ним и поставил над землею египетской Иосиф видит что на плечах Христа символ такой верховной власти выше которой уже не существует он не третий человек государстве как Даниил он не второй человек государстве как Иосиф а этот символ власти который он видит на его плечах показывает о том что этой власти выше уже нет помните Данил в свое время говорил что Христос придет в свое время и установит тысячелетнее царство на земле и после этого будет править над всем творением и в вечности Данила 7.13 видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий дошел ветхого днями подведен был к нему и ему дана власть сила и царство чтобы все народы племена языки служили ему владычество его владычество вечное которое не перейдет и царство его не разрушено как это созвучно со словами Христа сын дан нам это не просто обыкновенный сын это сын с большой буквы он одновременно сын Божий и сын человеческий как сын человеческий он родился но как Бог он не рождался потому что Бог всегда был есть и будет он воплотился и на некоторое время стал Бога человеком Даниил видит Мессия и Бог в то же время он сын человеческий и не может понять как совместить Творца и Бога и в то же время человека поэтому он употребляет такие слова как бы сын человеческий он выглядит как человек но имеет власть Бога он идет с облаками вместе это не простые облака он идет с яркими сияющими облаками его великой славы это трудно понять Даниилу как сын человеческий и может иметь славу Бога посмотрите 7 стих 9 главы умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне и до века ревность Господа Саваофа сделает это его владычество буквально эта фраза означает не угасает как это обычно случается с земными царями и государствами был популярный президент да потом вдруг проходит время его популярность падает да его власть начинает угасать но его владычество оно умножается оно настолько великое что распространяется на всех охватывая все творение его царству нет предела нет ограничений нет конца слово утвердить которое здесь употребляется буквально означает непоколебимо стоять быть стойким быть неподвижным или твердым основанным каждый раз даже здесь в Америке когда мы выбираем президента мы ожидаем с новым президентом каких-то новых ожиданий чего-то нового мы ждем но проходит время и большинство людей как правило разочаровывается в этих президентах но когда говорится о Христе его владычество оно умножается ему нету предела оно твердое оно непоколебимое оно стоит неподвижно оно твердо основанное ему нету конца об этом положении Христа говорил ангел когда возвещал Мария о рождении младенца он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол то есть престол царя Давида отца его и будет царствовать над домом Иакова и что самое важное братья и сестры вовеки и царству его не будет конца посмотрите на эти характеристики царства будущего младенца его царство от Бога его престол непоколебим его царствование не будет конца его никто не будет перезбирать его популярность никогда не будет падать его авторитет тоже никогда не будет его рейтинг не будет падать апостол Иоанн видит Христа в его славе когда все творение поклоняется ему как агнцу закланному для искупления наших грехов и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их было тьмы тем и тысячи тысяч которые говорили громким голосом достойно агнец заклонны принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение и всякое создание находящееся на небе и на земле и под землею и на море и все что в них слышал я говорила сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков весь духовный мир весь материальный мир мир который только существует мир ангелов серафимов духов херувимов весь земной мир все восклицает и все прославляет Бога все склоняются у престола где царствует Бог со своим сыном Иисусом Христом слово держава в конце 13 стиха буквально означает власть могущество и силу так Христос показан пророку Исаии как тот кто имеет безграничное владычество безграничную безмерную силу власть над всем он обладает самым высшим авторитетом Христос подтвердил эти слова когда перед своим вознесением он сказал ученикам дана мне всякая власть на небе и на земле слово всякое говорит каждая то есть нет ничего другого она включает себя все здесь используется греческое слово которое означает власть возможно возможность или свобода это свобода делать что-то то есть нет никаких ограничений это его право это его сила оно указывает на безграничные возможности Христа у этой власти нет такое ограничение или нет такой силы которая могла бы ему противостоять что сегодня происходит в мире люди пытаются противостоять друг другу создавая какие-то союзы какие-то блоки для того чтобы показать а мы вот такие а другие говорят а мы тоже вот такие и каким-то образом они пытаются показать и мы тоже сильные но здесь написано что в его власти нет никаких ограничений его власть распространяется и на небо и на землю апостол Павел так говорил о величественном положении Христа во вселенной филиппийцам 2.9 поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени чтобы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных земных и преисподних и всякий язык исповедал что Господь Иисус Христос славу Бога Отца выше всякого имени имя и фамилия человека говорит нам что-то об этом человеке если к примеру я сегодня произнесу фамилию Рокфеллер вы сразу начинаете что-то в голове своей представлять правда или фамилию Трамп вы тоже представляете что-то или какую-то другую историческую фигуру все понимают что эти люди имеют значительный вес в обществе или же имели но и они имеют ограничения но не так дело обстоит со Христом Бог превознес его и дал его имя выше всякого имени то есть выше его уже нету другого имени его положение выше любой другой личности во вселенной теперь вопрос как это практически помогает нам христианам в нашей жизни что дает мне осознание того что Христос имеет безграничную власть и на что хочется обратить внимание что Христос имеет власть над всеми людьми и всеми обстоятельствами согласитесь братья и сестры что в нашей жизни мы сталкиваемся с различными людьми и какими-то обстоятельствами и они иногда радуют нас а иногда приводят уныние и разочарование посмотрите умножению владычества его и мира нет предела это слово которое переводится здесь как предел край конец ему нету предела нет конца нет границ оно безгранично то есть нет такого места во вселенной нет такой личности на земле или на небе или же под землей чтобы там не распространялась власть Христа нет таких обстоятельств которые не подчинялись бы ему потому что его власть охватывает буквально все в нашей жизни второе посмотрите что здесь написано умножению владычества его и мира нет предела то есть там где власть Христа там приходит мир велик мир у любящих закон твой и что и нет им преткновения мы живем в этом мире и на нашем жизненном пути встречаются разные люди которые нарушают наш мир но во Христе мы имеем настоящий мир и покой которого никто не может нам дать одни относятся к нам благосклонно люди одни любят нас другие причиняют нам беспокойство или же более того причиняют страдания приносят какие-то переживания в нашу жизнь братья и сестры власть Христа распространяется абсолютно на всех людей независимо от их статуса положения их место проживания где бы они не были это очень важный момент понимание этого должно всегда вселять нас надежду что никто из людей не может причинить нам вред без Божьей воли без Его ведома если мы христиане если мы верим в Христа если мы доверились Ему если мы верим что Он является нашим спасителем то мы должны верить что даже волос с нашей головы не упадет без Его святой воли что же случается с нами когда что-то происходит в нашей жизни например когда нас увольняют с работы а мы этого не ожидали или когда мы вдруг несем какие-то непредвиденные материальные потери или же мы начинаем задавать вопросы Богу где Ты Господи разве Ты не знаешь что мне очень тяжело разве Ты не видишь что моя жена или мой муж они изменились разве Ты не можешь смирить моего мужа или мою жену когда они ведут нехристианский образ жизни почему я почему не кто-то другой почему именно мне выпала такая судьба почему этот человек стал моим мужем почему эта жена стала моя эта женщина стала моей женой мне неоднократно приходилось встречаться с людьми которые говорили пастырь я думаю о том что мой брак не от Бога сначала выглядело все прекрасно муж был замечательным рассказывал мне оды поэмы о том как он меня любит он носил готов носить меня было на руках теперь у меня не хватает сил и терпения просто смотреть на него и жить с ним в одном доме разве Господи ты не видишь что происходит в моей жизни у меня больше нет любви у меня нет больше чувств я больше жить так не хочу неужели я должна или я должен до конца жизни проводить время с этим человеком под одной крышей или же мой начальник на работе почему-то придирается ко мне почему-то он насмеется надо мной над моим акцентом когда я говорю а мне так необходима эта работа Господи неужели ты не знаешь почему ты позволяешь этому случаться мой сын был ангелом но теперь я не узнаю его что происходит его жизни или же моя дочь они часами сидят на компьютере или же на телефоне а когда я подхожу и начинаем что-то говорить он взрывается так как будто готов весь свой гнев обрушить на меня можешь ли ты Господи изменить моего сына мою дочь моего мужа мою жену мое здоровье было прекрасным замечательным но теперь мне трудно даже встать с постели почему меня постигла эта болезнь почему я разве я хуже других эти другие вопросы мы задаем себе очень часто когда сталкиваемся с какими-то людьми или с какими-то обстоятельствами когда трудности приходят в нашу жизнь братья и сестры мы просто забываем что владычество Христа распространяется на всех людей включая тех людей которые причиняют нам боль мы забываем что Христу подчиняется все творение включая те маленькие вирусы которые приносят так много нам беспокойства мы забываем что все начальники все президенты все соработники все цари бригадиры банкиры мужья жены дети сыновья и дочери внуки находятся под властью Христа того самого Христа в которого мы веруем которому мы доверили свою жизнь владычество которого мы признаем над своей жизнью самый могущественный царь в свое время на востоке получил особенный урок от Бога в конце своего семилетнего помните периода периода безумия он поклоняется Богу и восклицает Даниила 4.34 ныне я на выходоносор славлю превозношу и величаю царя небесного которого все дела истинные пути праведные и который силен смирить ходящих гордо Христос силен братья и сестры Он может Он может изменить сердце моего мужа моей жены моих детей Он может смирить моего начальника Он может исцелить меня от болезни если Ему это угодно если же что-то Он и допускает то Он это допускает по своей святой благой и совершенной воле любящим Бога призванным по Его изволению все абсолютно все содействует ко благу если мы верим абсолютную власть Христа ту власть которую Бог возложил на Его плечи тогда нет смысла негодовать на обстоятельства нашей жизни нет смысла негодовать на президентов на парламент на Думу на болезни на инфляцию на мужей на жен на врачей на медсестер кстати недавно прочитал статистику что в Америке каждый год когда забирают иммерженсии когда привозят в госпиталь выносят 7 миллионов неправильных диагнозов 7 миллионов неправильных диагнозов каждый год забирают человека в скорую помощь он надеется о том что ему там помогут привозят его и ставят неправильный диагноз а неправильный диагноз может привести к смерти мы должны помнить что не надо негодовать на людей которые допускают ошибки которые думают не так как мы не надо негодовать на водителей которые ездят не так как мы не надо негодовать на тех людей которые приносят нам неприятности мы не можем ответить на все вопросы которые возникают в нашей жизни, но на все есть определенные причины, которые ведомы Богу, ведомы Христу, который царь царей, Господь господствующих и владычество на Его плечах. Помните верующие в Иерусалимской церкви? Они жили такой жизнью, они развивались, у них церковь росла буквально, как говорят, вот как на дрожжах. Десятки тысяч людей буквально за каких-то несколько лет, она из 120 человек, там уже были десятки тысяч верующих. И вдруг вот эта обстановка спокойствия нарушилась, начались гонения, убили Стефана, дьякона, потом царь Ирод казнил Иакова, потом он хотел убить Петра. Наверное, верующие, которые ожидали, что Христос вот-вот вернется в Иерусалим, они думали, в чем, что происходит, где же власть Христа? И священники запрещали им говорить о Христе, они били их, они их арестовывали. Но что произошло, скажите, в результате гонений? Христиане вышли из Иерусалима, они пошли по Иудее, они пошли по Самаре, они дошли до Финики, они стали проповедовать другим людям, другим людям, куда они приходили, стали обращаться язычники. Таким образом, Бог использовал неприятные обстоятельства, которые для них были неприятны, для блага, для распространения Евангелия, для того, чтобы другие люди услышали о Христе. Помните Сау? Это образно, как говорят, это начальник КГБ был, да? Который ополчился против христиан, он был жестоким гонителем. Мало того, что ему мало было гнать христиан в Иерусалиме, он еще выпросил такие письма для того, чтобы еще идти в другую страну, в Сирию, там в Дамаске для того, чтобы в синагогах приходить, узнавать, кто сочувствует христианам, их брать, вязать, бросать темницы, пытать, мучить и заставлять их отрекаться. И верующие, наверное, думали, Господи, ну почему ты допустил этого человека, чтобы он издевался над нами? Вот на пути в Дамаск его встречает Христос. И этот бывший гонитель превращается в ревностного апостола Иисуса Христа. Я часто рассказываю, что на моей первой работе у меня был супервайзер или бригадир, который меня реально ненавидел. Я не знаю за что. И каждую пятницу я ожидал о том, что меня уволят. Но прошло время, он поменялся, и потом он стал моим другом, и мы часто вместе с ним молились, и он просил меня молиться за те нужды, которые были в его жизни. Он просил совета в решении его жизненных проблем. В нашей церкви, откуда я выехал из города Майкопа, был такой случай. У нас очень часто на воскресное утреннее служение братья многие разъезжались по окрестным селам, станицам для того, чтобы там помогать, посещать вот эти небольшие общины. И один брат, у которого не было машины, он садился в автобус, и автобус был переполнен, и он был самым последним. Он, знаете, как всегда, последний человек пытается как-то зайти туда, вот, ну, подвиньтесь туда, и вдруг получает кулаком прямо между глаз. Он падает в грязь, двери закрываются, автобус ушел. И он лежит и говорит, Господи, за что? Ну, я же твой служитель, ехал на служение, посетить верующих, за что? Через полчаса его подобрал другой автобус, они проехали буквально 10-15 минут, и он к ужасу своему увидел, что этот автобус перевернулся и лежит во враге. Братья и сестры, мы иногда не понимаем, мы иногда не видим, мы иногда не знаем о том, что происходит, почему мы попадаем в госпиталь, почему мы болеем, почему иногда через наши болезни прославляется Бог, как это, помните, было в случае с Иовом. Некоторые люди, и в наше время христиане, с которыми сталкиваемся, они боятся, боятся дьявола, и боятся злых духов, они боятся об этом говорить, какой-то шорох появляется в доме, они сразу, знаете, у них страх приходит. Но нам необходимо помнить, братья и сестры, что власть Господа нашего Иисуса Христа распространяется буквально на все и на эти духовные сферы. Посмотрите, об этом пишет апостол Павел, Колоссянам 2,15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Когда здесь речь идет о начальствах и властях, то речь идет о духовной сфере. Вот эти бесы, которые сегодня существуют, вот эти демоны, они подчиняются Христу. Христос совершил сокрушительную победу там на Голгофе, над дьяволом и его армией, и он подверг их публичному позору. Братья и сестры, в аде не царствует дьявол. Ад создал тоже Бог. Мы должны это помнить. И дьявол тоже является творением Божьим. Он не творец. Итак, власть Христа распространяется на всех людей, на все сферы человеческой жизни. Поэтому будем помнить, что все люди, все обстоятельства не происходят случайно в нашей жизни. Следующее и последнее. Христос имеет власть прощать наши грехи. Мы должны помнить, что Христос имеет власть, владычество на его плечах, то есть он его понес на себе, не только как золотую цепь, но и как крест, который он понес на себе. Христос имеет власть над всеми обстоятельствами, над всеми людьми. И третье, Христос имеет власть прощать наши грехи. Очень важная практическая часть, которая исходит от владычества людей. И помните, когда Христос был на земле, Он однажды сказал, что Сын Человеческий имеет власть прощать людям грехи. Вчера патриарх Кирилл объявил о том, что все те люди, которые погибли во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, им грехи прощены. Кто ему дал такую власть прощать грехи? И власть прощать грехи не имеет ни пастырь, ни священник, ни Папа Римский, ни патриарх, а только наш Господь Иисус Христос. Аминь? Это право исключительно принадлежит Христу. Помните, когда ангел явился Марии, Он сказал, родит же Сына и наречешь Ему имя Иисус. Почему? Потому что Он спасет людей своих от грехов их. Об этом говорит само слово Иисус. Братья и сестры, грех – это самая главная проблема человечества, с которой мы, я и каждый из нас встречается каждый день. Иаков пишет, все мы много согрешаем. Больше всего мы, люди, нуждаемся в спасении от наших грехов. И именно для этого и был рожден наш Спаситель Иисус Христос. Он обладает властью спасать нас от грехов. Спасти нас от грехов однажды и спасать нас от грехов в течение всей нашей жизни. Миллионы людей сегодня на земле умирают, так и не познав Христа. Не веря во Христа, и после смерти их ожидает страшное мучение. Они предстанут на Божий суд, их ждет вечное осуждение, вечное мучение. Но Бог послал в этот мир Своего Сына для того, чтобы мы имели возможность для спасения. Апостол Петр подчеркал великую роль Христа в деле спасения. Он говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежал бы нам спастись. Грех разделяет нас с Богом. Он разделил людей, Он сделал нас рабами. Он ведет людей к вечной погибели. И нам необходимо спасение от власти греха. Деяние 10.43. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Почему? Потому что Христос имеет безграничную власть. Все подчинено Ему в видимом-невидимом мире. Он заплатил достаточную цену за грехи всего мира. Ему рано или поздно поклонятся все. И Он имеет право прощать всем верующим в Него их грехи. Разница только в том, что для одних людей в этом мире Христос будет любящим спасителем за их раскаяние, их веру в Него, а для других грозный судьей за их неверие в Него. Владычество Христа включает помилование для каждого человека. Кто обратится к Нему с просьбой? Вот в конце этого года наш президент и другие президенты, такая есть, знаете, традиция, они объявляют помилование людям. Каким-то людям им дают списки, каким-то образом их отбирают, и они объявляют помилование. Каждый президент, каждый царь имеет такую власть, объявить помилование променившемуся человеку. Не потому, что этот человек заслужил этого, но потому, что царь решил его помиловать. Апостол Павел пишет об этом послании римлянам, 9 глава, 15 стих. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Он имеет власть прощать наши грехи и объявлять нам помилование. Давид просит Бога о прощении своих грехов, и он взывает Божьей милости, потому что понимает, что он не заслуживает Божьего прощения. Грех его настолько отвратительный, он это понимает, он идет к Богу и просит его, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Моей, многократно омой меня от беззакония Моего, от греха Моего очисти меня». Давид понимает, что только Божья милость может сделать это с его жизнью, только она может освободить его душу от этого стыда, страха, чувства вины, которое преследует его. Но апостол Павел, мы много раз говорили об этом в прошлый раз, и опять будем говорить об этом, он очень восторженно говорит о милости Бога к нам. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Есть в Библии пример, который наиболее ярко показывает о том, что Христос не только прощает людям грехи, он имеет власть прощать грехи, но он имеет власть прощать, он имеет власть миловать людей. Это история разбойника, разбойника, который висел рядом со Христом. Это, знаете, его осудили не по ошибке. Помните, он сказал, «Мы что? Осуждены справедливо», он говорит, другому разбойнику он говорит. И поначалу он даже тоже поносил Христа, но в какой-то последний момент он вдруг обратился ко Христу и говорит ему, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое!» И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». То есть он увидел во Христе того царя, который может его помиловать. Помиловать. То есть он имеет власть объявить ему амнистию, помилование, прощение его грехов. Мы иногда думаем, ну это ведь разбойник. Уж он там нагрешил, людей убивал, грабил. Мы же не такие плохие. Мы же христиане, большинство из нас мы воспитались в христианских семьях. Апостол Павел, братья и сестры, я думаю, был святее любого из нас. Но в своих словах в послании Титу он пишет так, «Ибо и мы, включая самого себя туда, были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобеи, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать, то есть незаслуженная милость и человеколюбие Спасителя нашего Бога, внимание, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Аминь, братья и сестры. Не они, а мы. Не они, а мы распили Христа. Не они, а мы были такими, несмысленными, непокорными, заблудшими, рабами похотей, различных удовольствий, жили в злобе и противостоянии, но Бог спас нас по своей великой любви и милости. Апостол Петр ободряет верующих людей из язычников, и он говорит, «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы». Величащая милость Бога заключается в том, что Бог берет нечестивых людей и через жертву своего Сына Иисуса Христа, через их веру в жертву Иисуса Христа делает их святыми, делает их своим народом, делает их помилованными. Христос и только Христос, братья и сестры, имеет власть прощать грехи и помиловать нас. Пока нам предоставляется эта возможность, ею нужно воспользоваться, потому что придет время, о котором сказано, времени уже не будет. Не будет время для покаяния, но сказано, сегодня день спасения, сегодня лето благоприятное Божие. Если вы не покаялись, если Бог не коснулся вашего сердца, обращайтесь к Богу, пусть Он коснется вашей души. Если Дух Святой побуждает вас, владычество Христа распространяется на всех людей, на все обстоятельства, на все сферы нашей жизни. Нет такого человека, нет такого вируса, нет такой власти, нет такого демона, нет такого херувима, нет такого ангела, которого не подчинялся бы Христу, нет такого президента или царя, или человека, которого бы он не мог смирить. Нет такого места на земле, во вселенной, где бы владычество Христа не имело бы власти. Нет таких обстоятельств, которые он бы не смог изменить ради нашего блага. Нет такого человека, который бы мог бы сказать в свое время о том, что ему не предлагалось спасение во Христе. Не будет такого человека вечности, который бы обвинял Христа, мог бы оправдаться. Предлагается сегодня вам, нам предлагается помилование, примирение с Богом через Иисуса Христа. Примирился ли ты с Ним? Этот призыв звучит сегодня. Пусть Бог поможет тебе и каждому из нас. Помнить о том, что наш Господь и наш Спаситель – это Владыка, это Царь, и власти Его нет у конца, и весь народ Божий на это скажет. Аминь. Помолимся Господу. Примирается. Примирается.